Приветствую вас, давайте разберем наш вопрос, как можно справиться с тревогами, переживаниями, меньше реагировать на ситуацию. Ну, для начала было бы неплохо, если бы мы с вами постарались бы определить несколько, что значит справиться. То есть справиться это как? То есть справляться с переживаниями и тревогами это как? Как вы это понимаете? Это первое, на что нужно, на мой взгляд, обратить внимание. Справиться значит подопить, справиться значит забить, вот справиться значит отвлечься, обесценить, что такое справиться, что вы в это вкладываете. Это меня интересует. Второй момент заключается в том, на мой взгляд, что вы, да, вы придаете этому слишком много, ну, вероятно, большое значение. Это правда. Но интересно немножко другое. Интересно немножко другое. Интересно то, за счет чего, а за счет чего вы придаете этому большое значение, за счет чего, благодаря чему вы придаете этому большое значение. Значит, это, на мой взгляд, очень интересный момент, на который я бы хотел обратить ваше внимание. Ведь если вы придаете чему-то, ну, большое значение, то я полагаю, что в этом месте вы чувствуете, как бы, проблематику собственной ценности, в этом месте вы чувствуете проблематику, вероятно, собственной важности, и наша задача увидеть. Значит, а как, каким образом ваша важность, ваша значимость и ценность в этих ситуациях вовлекаются, ну, вовлечена. Вот. Каким образом? Это становится возможным. И когда вы сможете немножечко рассосредоточить свою ценность и свою важность, вот, то, на мой взгляд, у вас получится гораздо менее болезненно реагировать на, вот, ситуации, на которые сейчас вы реагируете вот так, как реагируете. То есть, возможно, кстати говоря, вполне единственным возможным для себя способом. То есть, вполне возможно, что это, ну, единственным возможным для вас, единственным адекватным для вас способом реагировать на ситуацию, вот. Просто потому, что... Вот. Просто просто потому что, просто потому, просто, потому что, просто потому что, абсолютно все по-другому было бы, ну... По-другому сейчас...эээ... сейчас для вас невозможно. невозможно. Поэтому, когда человек очень легко подвергает свою ценность в той или иной ситуации оспариванию, то есть когда человек как бы говорит себе, окей, эта ситуация вот такая и здесь моя ценность, да, она находится под ударом, вот, говорит человек, то всё, в этот момент конечно вы становитесь заложником. Вот, вы становитесь заложником этой ситуации и естественно чувствуете себя мягко, говоря некомфортно. Следующий момент, это конечно же прозевать, это конечно же прозевать ваши чувства, прозевать ваши эмоции, вот, потому что испытывать определённое переживание вполне нормально, вот. То, что мне, например, показалось, что вы пытаетесь этого, знаете ли, как-то избежать, вот. Я могу ошибаться, я могу ошибаться, могу быть не прав, и я надеюсь, я надеюсь на то, что я не прав, ну вот. Но если я прав, и вы избегаете на самом деле каких-то переживаний своих, вот, то я могу с уверенностью сказать, что ничего хорошего из этого для вас не получится. Ничего хорошего в этом для вас не будет. Ну, на мой взгляд, опять же, повторюсь, да, на мой взгляд. Поэтому не бежите от своих переживаний, не бежите от своих чувств, вот. Учитесь их выражать, вот. Учитесь их выражать, а если не умеете, то вот. Это в этом смысле. Психолог, психолог в этом смысле вам поможет и научит находиться в этих состояниях, которые сейчас вас пугают. Если ваш интеллектуальный ресурс достаточно большой, то вы можете, на мой, по крайней мере, взгляд, вы можете менять свое отношение к ситуации. То есть вы можете по-другому на нее смотреть. Например, вы можете смотреть на нее с позиции наблюдателя. Занимая такую позицию по отношению к тому, что происходит. Вот. То есть это натуральная, простая позиция наблюдателя. Вот. Такая вот, ну, не побоюсь этого слова, простейшая позиция. Позиция наблюдателя, потому что далеко не всегда от вас может зависеть что-то. Вот. Чаще всего от вас не зависят какие-то вещи, потому что, потому что, ну, происходят они уже, по сути, постфактум. Вот. Повлиять на что-то вы не можете, поэтому самое лучшее решение здесь – это занять позицию наблюдателя. Вот. Ну, повторюсь, работать это, конечно, когда довольно-таки сильный интеллектуальный ресурс у человека. То есть когда он способен вот интеллектуально обрабатывать вот ту информацию, которую получают. Вот. Не всегда это тоже хорошо. Вот. Кто-то могел бы это рационализацией. Вот. И отчасти я, наверное, даже соглашусь с этим, с тем, что это действительно рационализация. Поэтому злоупотреблять такой моделью, конечно же, не стоит. Вот. Но в качестве такого вспомогательного ресурса, я думаю, можно попробовать вполне. Вот. На мой взгляд, ничего страшного не случится, если вы себе это позволите, ну, или хотя бы попробуете. Да? Все же, на этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было полезно. Вот. Надеюсь, что для себя вы какие-то выводы обязательно сделали. Вот. Я вам буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Вот. Это позволит вам начать работу над собой и сформулировать базовые постелаты для психотерапии. Ну, то есть, сформулировать то, над чем вы хотели бы поработать. То, что вы хотели бы себе изменить конкретно. Вот. В некоторой степени я бы даже предложил бы заняться детализацией ваших переживаний. Вот. То есть, именно вот, чтобы вы детализировали бы их, чтобы вы как-то вот более, ну, более внимательно, что ли, да, более пристально увидели бы, о чем конкретно речь. Потому что сейчас вы их, в общем-то, очень, очень обобщенно высказываете. Вот. Что-то вас беспокоит. И ввиду этого информации, конечно, очень мало. Вот. А общий ответ, общий ответ на проблематику это весьма, весьма неблагодарное, я бы сказал, я бы сказал, дело. Вот. Поэтому займитесь детализацией именно вот. И дальше я думаю, что вам уже можно будет в принципе что-то подсказать. Ну, исходя из той информации, которую вы предоставите. Удачи вам. Удачи вам. Обращайтесь вам. Помощью всего самого доброго. Всем привет. Продолжение следует...